Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на канале Доктор Лисенкова. И сегодняшняя тема холестерин. Как его снизить без лекарств? Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и будете в курсе выхода новых видеороликов. Холестерин крайне важная молекула. И когда мы идем сдавать анализ крови на содержание холестерина, мы сдаем его обычно утром натощак. То есть в крови проверяет лаборатория содержания своего собственного холестерина, который произвела наша печень. Тот холестерин, который поступает с пищей, организм потребляет ровно столько, сколько ему необходимо. Все остальное проходит мимо. И обращаю внимание, что тот холестерин, который образуется в печени, то есть свой собственный, если сравнивать его по объему с холестерином, полученным с едой, оказывается, что в организме его производится в разы больше, чем поступает с пищей. Почему так? Потому что холестерин – это очень важная молекула. Он является строительным материалом для нашей нервной системы, для мембран клеток. Впрочем, как и для остальных клеток нашего организма тоже. Холестерин – это основа молекул половых гормонов. И холестерин настолько важен, что он содержится в каждой клетке нашего организма. По сути, как строительный материал, как ее элемент. Именно поэтому очень много холестерина старается произвести наша печень, если что-то происходит не то с нашим организмом. Если вы по каким-то причинам начинаете уменьшать количество продуктов в своем рационе, который содержит холестерин, ну, например, жирное мясо, жирная рыба, жирная птица, яйца, то что происходит? При необходимости печень начинает вырабатывать холестерина больше, потому что расход на нужды организма достаточно высокий. И, конечно же, нашему организму проще взять холестерин из продуктов питания, чем синтезировать свой собственный, потому что производство холестерина – это достаточно сложный энергетически затратный процесс. Соответственно, если вы снижаете потребление холестерина, а он нам необходим, а особенно если какие-то неполадки в организме, то строительный материал нужен в большом количестве, печени ничего не остается, как усиленно производить дополнительный холестерин. А если вы при этом едите мало жиров и много углеводистой пищи, соответственно, холестерин будет производиться из углеводов. И, как показывает практика, клинические исследования, наука, уже выяснено, что основная причина повышения уровня холестерина в крови – это перегрузка организма углеводами. То есть сладостями и медленными углеводами, которые, на первый взгляд, могут и не казаться сладкими. То есть сахар и все, что содержит сахар, фрукты, большое количество фруктозы содержит, а также мед, который, по сути, также является фруктозой, псевдодиабетические сладости, которые также сделаны на основе фруктозы и которые лучше обходить стороной за километр. Потребление большого количества вот этих сладостей – это один из важных факторов риска нарушения работы печени, которое в итоге приводит к увеличению производства холестерина. Как правило, холестерин повышен у тех людей, которые имеют избыточную массу тела, инсулинорезистентность, у которых уже развился сахарный диабет, либо люди на грани в одном шаге от диабета. И, как правило, это люди, которые едят много углеводов. Но помимо явных, которые бросаются в глаза, такие как сахар, фруктоза, конечно же, это медленные углеводы. В первую очередь это хлеб и все мучное, и, конечно же, каши, большое количество каш, особенно содержащих пшеницу, рожь, ячмей. Это каши или злаки с высоким содержанием углевода, то есть с высоким углеводным индексом. Туда же относятся макароны, ну и, конечно же, любые продукты, которые могут содержать муку. Поэтому, что нужно сделать, чтобы снизить свой собственный холестерин? В первую очередь нужно максимально сократить потребление углеводов, то есть нужно отказаться от сахара и всех продуктов, которые его содержат, а это очень большой список. Ну и, конечно же, отказаться от фруктозы, злоупотребление фруктами, поедание большого количества меда, это прямая дорога к жировому гипотозу. Ну, а еще некоторые люди не знают, но я расскажу о том, что фруктоза способствует повышению уровня мочевой кислоты в крови. Привет всем, кто страдает от подагры. Иногда люди ломают голову, ну что ж опять это обострение. Подагра переводится как нога в капкане. То есть выраженная боль в суставах и часто болит палец на ноге, именно самый большой палец. Ну, это классика. Обычно подагра начинается именно с этого. И многие просто даже не подозревают, что провокатором вот этого приступа обострения подагры может быть банально фруктоза. Объелся фруктов, ел много меда, и вот вам, пожалуйста, обострение. Ну и логично, если низкое потребление жира стимулирует выработку печенью нашей холестерина, то для того, чтобы получить обратный эффект, нужно увеличить потребление жиров. То есть есть жирное мясо, жирную рыбу, жирную птицу, сливочное масло, яйца, как отличный источник холестерина и многих других полезных веществ. Сало, если вам позволяет религия. И тогда у вас снизится уровень холестерина в крови. И, конечно же, любая физическая активность, это может быть просто ходьба, любой спорт, который вам нравится, гимнастика. Физическая активность улучшает кровоток везде. Конечно же, при этом меняется работа печени в лучшую сторону. И если организм работает хорошо, у печени не будет необходимости производить большое количество холестерина. Итак, тезисно. Чтобы снизить уровень холестерина, отказ от сладкого, отказ от мучного, есть больше жирной пищи, животных жиров и больше двигаться. Что касается статинов, это препараты, которые снижают уровень холестерина. То есть они блокируют выработку собственного холестерина в печени. Да, они действуют быстро. Неделю попринимали, у вас уже существенно вниз пойдет холестерин, а может быть даже до нормы дойдет лабораторный. Но это как-то повлияет на те причины, из-за которых ваш холестерин пошел вверх. Конечно же нет. Кроме того, у статинов достаточно много побочных эффектов. Они совершенно не секретны, они прописаны в инструкции. Если вы откроете инструкцию, вы можете прочитать такие побочные эффекты, как сахарный диабет, боли в мышцах, потому что холестерин крайне важен для нормальной работы мышц. А статины, они блокируют не только холестерин, они еще и препятствуют нормальной работе коэнзима Q10. И это одна из причин, почему возникают мышечные боли. Но я думаю, что многие в курсе также, что холестерин – это строительный материал для нервных клеток. И если его становится меньше, то и наши мозги могут работать хуже. Поэтому у пациентов, которые используют высокие дозы статинов для снижения уровня холестерина, было замечено снижение когнитивных функций. Ну а тем более, если еще это и способствует развитию сахарного диабета. Мы помним, что холестерин – это основа половых гормонов. Соответственно, те люди, которые принимают статины регулярно, у них может снизиться уровень половых гормонов. Это касается и тестостерона мужского, и женских половых гормонов, эстрогенов. То, что это совершенно не полезно, я думаю, что очевидно. Что же делать? В первую очередь, конечно же, нужно менять питание и больше двигаться. Оставить мед пчелам, ну максимум использовать его наружно. Не объедаться фруктами, использовать их умеренно. Наиболее полезным из фруктов является лимон. Если у вас уже есть ожирение, уже есть диабет, инсулинорезистентность, то лучше убирать фрукты из своего рациона. Если вы страдаете подагрой, убирайте фруктозу максимально. Если хотите знать подробнее о холестерине, о статинах, о вреде фруктозы, я оставлю ссылки в описании под этим видеороликом. Вы можете по ним пройти и посмотреть. Простым языком о медицине и здоровье на YouTube-канале доктор Лисенкова.